Что делать, если родители создали себе стереотипы, какими они тебя хотят видеть, а ты не такой и не оправдываешь их ожиданий? Конечно, нередко можно встретить желания родителей осуществить в своих детях нереализованные возможности в своей собственной жизни. Любя своих детей, иногда чрезмерно преданные им даже до самоотвержения полного, родители, тем не менее, сами путаясь в системе житейских ценностей, и в детей вкладывают по преимуществу какие-то материальные и миру всему принадлежащие ценности, ожидая их увидеть полноценными деятелями в какой-то сфере земной жизни, и именно в этом полагающие и будущее их счастья. Часто родители, сами получившие воспитание во времена то атеистические, то полного смятения всех понятий в тяжелые 90-е годы, сами, кроме земных целей для своих детей, не преследуют других. Это ограничивает ребенка в его развитии, это делает виноватыми родителей за детский выбор, когда они подрастают и, не имея всерьез альтернатив какому-то благополучному, обывательскому, страстному жительству, они сами становятся рабами той колеи узкой, в которой оказались воспитаны в системе только земных, проходящих, суетных ценностей. Если у ребенка появляется, вопреки родительской недальновидности, собственное чувство правды, желание реализации в жизни на более высоких направлениях, то хорошо он сделает, если не будет пренебрегать заповедью о почитании родителей своих, но, тем не менее, свою собственную линию, приходя в меру возраста, гнуть и продолжать. Как сказано премудрым, аще обезумит родитель твой, почтительности твоей не оставляй, но не сказано, поступая по безрассудству старших твоих родственников, хорошо внимать и учиться, хорошо прилагать к сердцу наставления разумные своих доброжелателей, благодетелей, выше которых вряд ли когда-нибудь будет, чем родители, но, тем не менее, самому, почерпая подлинную премудрость от источников духовной жизни, от священного писания, от священного предания, приобретая опыт молитвы к Господу, «Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, я, как Тебе, взяв душу мою», молодой человек или девушка получает особые внутренние наставления, им сам Господь на сердце полагает то, что надлежало бы им делать, в чем найдут они подлинную возможность самореализации и служения Богу и ближним. В этом случае не будет попираться заповедь о почтении и любви к родителям, но при сохранении искреннего уважения и заботы о родителях можно оставлять за собой, за благословением духовного Отца все-таки те принципиальные жизненные решения по выбору своего призвания, своей линии жизни, своего направления служения и таким образом, не оставаясь вне своего родительского союза, вне своей сыновней дочерней благодарности, послужить к тому, что и родители будут за Тебя рады. У меня, например, именно так разворачивались отношения, когда уже на исходе третьего десятка лет жизни я почувствовал призвание к монашеству и со всякой мягкостью и любезностью, обходясь с родителями, тем не менее стал причиной их великой скорби, ибо они воспринимали мое поступление в монастырь как великую скорбь и крах всех их ожиданий от моей будущности, быть может, творческой, быть может, какой-нибудь отцовской, родительской. Но через несколько лет, когда сподобился я принять уже и монашеский постриг, и честь иерейского служения увидел и их уже не опечаленными и не облаченными в траур о моем выборе, но вполне счастливыми и благодарными Богу за то, что иду я тем путем, которому чувствую свое призвание и волю Божью, и при этом для них приношу нечто в жизнь полезное и утешительное, оставаясь их любящим сыном и молитвенником. Это для них теперь уже становится как раз утешением и радостью, то, что поначалу казалось трагедией и крахом. Потому, думаю, и в ответ на ваш вопрос подбодрить вас в молитвенном и серьезном отношении к своему призванию в соответствии с зовом собственного сердца и указаниями благочестивыми от мудрых и добрых наставников, которые при этом, если и противоречат некоторой воле и расположению родителей, тем не менее, должны быть исполняемы, и это послужит не к разорению вашего семейного единства, но к укреплению его только в будущем, только тогда, когда постепенно ваши планы будут реализованы.